Россия вышла на зимнее плато по коронавирусу. С таким громким заголовком вышли материалы сразу нескольких крупных российских СМИ. Между тем, ситуация с коронавирусной инфекцией в мире остается тяжелой. Появляются новые штаммы, а вирус продолжает свои мутации. О том, чего стоит бояться, а где слухи преувеличены, в нашем репортаже. Пока Роспотребнадзор вводит новые ограничения, актеры ситкомов иронизируют над этим, а в России начинается массовая вакцинация, общие мировые настроения насчет пандемии остаются двухполярными. С одной стороны, к коронавирусу и ношению масок начали привыкать, с другой, никто не может ответить на вопрос, что будет дальше. Не так давно был обнаружен новый штамм COVID-19, который получил неофициальное название «британский». По своей сути, это тот же коронавирус, который на слуху больше года, и отличается он лишь тем, что стал более заразным. К слову, мутация коснулась шпилечного белка, того самого, который создает на микроскопе эффект короны. То есть, когда вирус размножается, из-за несовершенства генетического аппарата происходят ошибки копирования. И это как раз и приводит к тому, что появляются мутации. И если мутация благоприятна для вируса, например, позволяет ему быстрее распространяться, передаваться от человека к человеку, то она закрепляется, и постепенно в популяции накапливаются вирусы с этой мутацией. То же самое произошло и в этот раз. Обычно мутации приводят к тому, что инфекционность возрастает, потому что это дает вирусу преимущество при размножении, но при этом обычно смертность снижается, потому что вирусу на самом деле невыгодно убивать организм хозяева. Довольно часто случается, что именно такие менее смертоносные, но более заразные вирусы вытесняют иные штаммы. Все это можно коротко объяснить одним словом – эволюция. Главная задача вируса – распространение, а убив организм хозяина, он точно перестанет распространяться. Ответил Альберт Резванов и на вопросы о вакцине. По его словам, смысла волноваться насчет российских препаратов нет, ведь болезнь легче предотвратить, чем вылечить. Какая вакцина лучше всего – это та, которая есть. Дело в том, что, к сожалению, пока объемы производства не очень высокие, они, конечно же, будут наращиваться, но на данном этапе я считаю, что нужно вакцинироваться той вакциной, которая доступна, потому что при любом раскладе ценность от вакцинации намного превосходит потенциальные риски, связанные с любой вакциной. Вытеснить ли британский штамм коронавируса остальные – покажет время, но в любом случае профилактические меры соблюдать необходимо. Носите маски, укрепляйте иммунитет и при первых симптомах ОРВИ оставайтесь дома. Александр Фирсов, Виолетта Басова, Универньюз.